По капитальному ремонту образовательных учреждений работа организована на всех объектах. Динамика составила 4,6%. В Кайбетском районе работы завершены. По детским оздоровительным лагерям работа завершается. Общий объем выполнения составляет 93%. Программа переселения граждан из аварийного жилья, которая должна быть завершена в сентябре этого года выполнена на 89%. Полным ходом идет реализация программ ремонта муниципальных архивов и учреждений культуры. Также движется программа перевода жителей поселка Урусу на индивидуальные системы отопления. Сегодня 410 квартир уже пользуются новыми котлами. Более 2000 ждут своей очереди. Фонд газификации обязан завершить эту программу также к сентябрю текущего года. Жарко стало и на полях республики. Республика полностью вошла в посевную кампанию. Приступили к севу также и наши северные районы. Из предстоящих 1,8 млн гектаров на сегодня посеяно около 530 тысяч гектаров или почти 30% к прогнозу. Пока под темпом ежедневно засевается около 100 тысяч гектаров. С учетом разделения территории нашей республики на пять условных климатических зон темпы посевной везде разные. Так, безусловный лидер – Волжско-Камская зона, Заинский район, 76% пашни уже засеяно. А вот на юго-востоке Татарстана, в Бугульминском районе, посевная составила всего 18%. Между тем, срок, до которого в республике необходимо завершить весенний сев – 20 мая. Между тем, в Татарстане подведены итоги санитарно-экологического двухмесячника. По словам министра экологии Фарида Абдулганиева выявлено 1600 несанкционированных свалок. Общая сумма штрафов составила свыше 13 миллионов рублей. По статистическим данным, отходы, производимые одним человеком в год, составляют 90 бутылок из-под напитков, бумага, на которую уходят два дерева, 70 консервных и жестяных банок, 45 килограмм пластика. Современному человеку свойственно относиться к окружающей среде потребительской, порой выбрасывая ненужный ему мусор и хлам, где придется. Бардака еще у нас достаточно много. Дальше, привлекая прессу, работать, показывать те коллективы, те структуры, которые активно принимают участие. И самое главное, дальше, чтобы порядок, который будет, его надо выдерживать. Сергей Шерстнев, Рустам Залелиев, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».